Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию свои приспособления, на которых я затачиваю ножи к рубанкам и стамескам. Несколько человек среди зрителей попросили более подробно описать это приспособление. Вот я изготовил чертеж, я думаю, всем хорошо видно. Толщина металла 3 мм, ширина вот этого приспособления зависит от ширины вашего ножа. С помощью вот этих скобок, скобки я взял от старых шкафов, это бывшие петли закрепляли, крепили сюда стекла. И поэтому, для того чтобы они не терялись, попросил сварщика капнуть сюда и закрепить сваркой. Винтики на М4, они уже были тут. С помощью этих винтиков фиксируется нож к рубанкам. Выпускается нож относительно вот этого края на 15 мм, что обеспечивает четкий угол 30 градусов. Ну, возможно, плюс-минус 1 градус. Точка опоры, задняя точка опоры, это кусочек ламината. Кладем его на стекло, берем сначала грубую наждачку, затем переходим, наждачку увеличиваем в два раза. То есть, цифра, шагаем, шагаем, ну, допустим, от 80 или от 120, 120, 240, 600, 1200, 2500. И вполне достаточно. Ножи будут довольно острые. Значит, в качестве доказательства, что это приспособление себя зарекомендовало с самой хорошей стороны, я могу представить вам вот эту стружку. Стружка, это от Бука, это уже от Ольхи. Буковая стружка 40 микрон, не 40, 50 микрон, извиняюсь. А вот эта стружка 20-25 микрон, видно, что она буквально похожа на стружку, которая создает цикли. Она буквально просвечивается, похожа даже на стружку, не похожа. Я сейчас более крупным планом покажу ее на фоне этой наждачки. Видите, какая прозрачная стружка. 20-25 микрон. Это доказывает, что режущая кромка очень высокого качества. Я не буду соревноваться с теми тележками, которые выпускают наши заводы. Будем исходить из тех условий, которые у меня имеются. Значит, что касается стамесок, я вот сегодня сделал изготовить специально для видео, но этим приспособлением будут пользоваться мои малыши. С помощью этого приспособления можно легко заточить, и довольно качественно, стамески, столярные стамески. Что оно из себя представляет? Что оно из себя представляет? Это кусочек буквого бруска, правда тут наклеен клён, это букв. Я его отрезал под угол 30 градусов, ширина его 35 мм, толщина это 25 мм, длина 105 мм. Для того, чтобы стамеска не кувырдалась, для удобства я закрепил тоже кусочек ламината. Это будет гарантировать, что стамеска будет находиться в одном положении и постоянно под одним углом заточки. Мы сейчас попробуем это сделать. Я беру наждачку номер 320. Стамеска была заточена грубо, то есть грубая заточка прошла на электроточили. Сейчас я буду затачивать, то есть доводить её. Опора тут удобная, хорошая. Начинаем точить. Точим до появления заусенца. Вот заусенец уже появился. Переходим на более мелкую. Наждачку нужно натягивать и стамеску вправо-влево вводим, для того, чтобы сделать им сухое качество заточки. Если мы будем вперёд-назад двигать, как на вручке на камне, то наждачку мы можем просто порвать. 1500. Угу. Продолжаем. Две тысячи. У меня есть две с половиной, но я уже не стал ее искать. Важно показать, какой будет результат, сейчас увидим. Ну и берем советскую нулевку. Не знаю, какое оно такое зерно, но очень мелкое. Гораздо мельче, чем две тысячи. После этой нулевки, режущая кромка буквально становится зеркальной. Вот с зеркала можно смотреться. Теперь откручиваем вот эти винты и немножко с этой стороны резнем. Приспособление изготовлено таким образом, что я сюда подложил. В общем, вот этот брусочек маленький создает щель 6 мм. Потому что стамески, у нас самое толстое место, имеют 5 мм, ну 5,5 мм. Я сюда вырезал брусок на 6 мм, закрепил двумя шурупами, нарезал резьбу. И вот этими винтами я закрепляю стамеску. Стамеску тоже таким образом, опытным путем определил, что высовываем относительно кончика на 16-17 мм. Так, вот, открыл. Делаем пробный рез Рез чистый, гладкий Вот в принципе и все, что я хотел сказать Значит я хочу принести свои извинения за то, что я неправильно воспользовался микрометром Дело в том, что хозяин микрометра показал мне и сказал, что цена деления 1 микрон А цена деления в данном случае 10 микрон Поэтому я ввел вас в заблуждение Но еще что хочу сказать У нас микрометр вот этот показывает на 10 мм как бы больше Почему? Потому что Сейчас фокус поймаю Дело в том, что губки смыкаются Смыкаются А он показывает До главной линии 0 не доходит на 10 микрон Вот видите Поэтому То, что я показываю То, что я показываю Надо отнимать 10 микрон На этом разрешите закончить Всем желаю удачи До свидания До скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok